Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Незаметно подкрался к нам август. Время летит крайне быстро. И сегодня мы с вами разговариваем о плане работ на винограднике на этот месяц. Конечно, мы продолжаем с вами делать все зеленые операции, которые мы и делали. Подвязка, работа с пасынками. Сейчас очень много пошло комментариев, когда лозы чеканить. Для вызревания дело в том, что вообще про вызревание лоз мы с вами поговорим более подробно в отдельном видео. Но здесь я кратенько скажу. Чеканка очень сомнительна. Операция для вызревания лозы. Сколько я не читала различных авторов, профессионалов, ученых, единого мнения у них нет. Кто-то считает, что это нужно, кто-то считает, что это не нужно и даже вредно. Мы, конечно, свои лозы чеканим. Но только тогда, когда они уже доросли до верхней проволоки, расти им уже некуда. В таком случае, конечно, чтобы там не было какого-то такого непонятного гнезда скученности, да, мы чеканим. Но если лозы не доросли, пусть себе растут. Либо если вы выращиваете свой виноградник с свисающим приростом, когда у нас лоза дорастает до верха и потом свисает вниз, тоже мы ничего не делаем. А про вызревание лозы будем говорить с вами отдельно. Дальше. Август это у нас месяц, когда начинают вызревать наши ягоды. И наши лозы становятся очень уязвимыми для грибковых заболеваний. Я много раз говорила вам о том, что виноградная лоза нацелена на то, чтобы размножаться, чтобы дать ягодку. Эту ягодку кто-нибудь съел, семечки рассыпал. И таким образом растение распространилось. Что случится в это время с самой лозой, она об этом не думает. И как раз у нас созревает урожай. Все силы растения сосредоточены именно на этом. Более того, погоды конкретно в нашем регионе в августе очень сильно способствуют появлению грибковых заболеваний. У нас становятся холодные ночи, у нас приходят туманы, у нас бывает все очень-очень ростное. Поэтому в этом месяце надо уделить особенное внимание профилактике и борьбе с болезнями. Конечно, на самом деле, этот сезон у нас вообще очень сложный по заболеваниям. Вот эти экстремальные температуры, с одной стороны, хорошо растения, быстро растут. Но растут и грибы. Потому что тоже где-то разница температур. Бывает, что мы встаем, у нас с листьев прям течет, роса. Когда было жарко, потом пошел небольшой дождик, прекрасно себя чувствуют при этом мельдью. То есть в этом году, на самом деле, болезни проявились гораздо раньше. Но если у вас они еще не проявились, вы, конечно, счастливчик. Но это не значит, что завтра они не появятся. Даже вот я вам пару дней назад показывала видео с деревенского участка. Показывала там куст винограда, с которым никто ничего не делал. Он сам по себе растет. И на тот момент он был абсолютно чистенький. Буквально на следующий день, точнее вечер, прошел немножко дождик. И уже я на утро встаю и вижу. Вот оно, мельдью пришло. Поэтому, если вы считаете, что ваш виноградник, вот он никогда не болел. Он всегда был здоров, все хорошо, ничего делать не нужно. С одной стороны, вы, конечно, счастливчик. Но с другой стороны, болезни легче предупредить, чем излечить. Поэтому лучше провести профилактические обработки. И смотрите, сейчас у нас до созревания 3-4, а может, и немножко с запасом недели. Но если у вас более поздняя сорта винограда, значит, вам еще времени остается больше. Так вот, именно сейчас, в ближайшие дни, нам надо принять очень важное решение. Либо мы обрабатываем системными препаратами, либо не обрабатываем. Потому что потом, когда у нас уже ягода вот-вот должна созреть, и мы должны ее съесть. И появились заболевания, а иногда это могут быть вспышки очень-очень массовые. Сделать что-то будет крайне сложно. Потому что контактные препараты, те, которые на поверхности листа остаются, какие-то народные средства, да, они работают. Работают, но не всегда работают так, как нам бы хотелось. Не всегда работают так эффективно и не всегда работают так оперативно. Поэтому проще болезни предупредить. Конечно, в этом тоже есть ложка дегтя, потому что в этом сезоне даже системные препараты работают крайне плохо. Многие списывают это на высокие температуры. Но на самом деле, когда ты обрабатываешь вечером, температуры снижаются. Они около 20 градусов. И при этом через пару дней после обработки вылазит какая-то болячка. Ну, возникает вопрос к препаратам. Хотя вроде бы покупаешь в нормальных местах. Это нормальные зарегистрированные препараты. Это не подделка ничего. Но, тем не менее, в этом году ситуация именно такова. И несмотря на то, что системные препараты в этом сезоне не совсем эффективны, все равно я вам рекомендую задуматься над тем, чтобы именно сейчас, буквально в ближайшие дни, провести профилактическую обработку. А потом уже можно работать народными средствами, контактными средствами. Всем тем, что может быть эффективно. Потому что, да, в этом сезоне у нас с болезнями сложно. И поскольку вот грядет у нас созревание ягод, то сейчас у нас еще есть возможность приложить все усилия, приложить максимум усилий на то, чтобы поддержать наше растение в здоровом состоянии. И, конечно, вот тоже есть такое мнение. Пока у меня виноградник не болеет, я ничего делать не буду. Напомню, болезнь проще предупредить, чем излечить. Поэтому подумайте о профилактических обработках. Почему я не называю препараты, которыми сейчас можно обработать? В каждом регионе и у каждого конкретного человека разный доступ к тем самым препаратам. В одних магазинах есть огромный спектр, в других магазинах есть совсем узкий спектр. И выбрать практически нечего. Поэтому смысл называть те препараты, которыми вы не сможете воспользоваться. Даже, к слову сказать, что у нас в Беларуси тоже мы очень сильно ограничены. В этих самых системных препаратах. Да, кое-что продают мелкие предприниматели, но там еще может быть много подделок. И в других регионах тоже может быть много подделок. Я вам видео про поддельные препараты оставлю ссылочку под этим роликом. Посмотрите. И, конечно, при покупке обязательно обращайте внимание на всех упаковках указаны сроки до сбора урожая. Есть препараты, у которых это полтора месяца. Мы понимаем, что это только если поздние сорта у нас какие-то, они нам подходят. Есть препараты, у которых этот срок 2-3 недели. То есть мы считаем, подходит ли нам это. Мы приблизительно понимаем, когда созреют наши ягоды. Вот я понимаю, что у меня 3-4 недели есть. Поэтому препарат со сроком, например, 21 день мне вполне подходит. Если я сегодня обработаю, я все равно сниму свой урожай. Начну снимать не раньше, чем через месяц. Поэтому я успеваю. Но если в препарате вообще 2 недели, значит замечательно тоже. Я успеваю. Но смотрите, тоже обрабатывая сейчас, сделая профилактическую обработку системным препаратом, это не дает вам 100% гарантии, что потом все мы ручки сложили и ничего не делаем, растения болеть не будут. К сожалению, в некоторых случаях могут болеть. Поэтому кроме системных препаратов мы дальше применяем какие-то другие средства. Это могут быть контактные средства. Это может быть тоже, например, бордовская смесь. Это может быть коллоидная сера, либо препараты серые, такие как гидросера, пофокалерос. Это против аидиум, против мидиум у нас медный купорос. И как-то тоже мне кто-то писал, что медный купорос, его что же там не позднее, чем за 30 дней. Медный купорос препарат контактный. И одно дело, если мы ягоду держим на вино, и нам надо выдержать этот срок. Другое дело, если у нас ягода, которую мы собираемся съесть. Что проблема, гроздь срезать и помыть, по-моему, такой проблемы нет. Поэтому этими средствами можно работать. Препараты пофокалерос, гидросера, у них только разница в цене такая, достаточно чувствительная. Значит, эти препараты у нас, по-моему, 3-4 дня до сбора урожая можно использовать. Ну, из таких народных средств у меня замечательно работает термофильный чай против мидиум. Работает очень эффективно, работает очень быстро и очень наглядно. Ссылку на видео, что это такое и реальные результаты, я вам тоже оставлю. Ну, и дальше, какие-то другие средства, которые вы, например, использовали раньше, или берете из опыта других виноградарей, такие вот народные тоже можно применять. Также в августе мы начинаем работу над возреванием виноградной лозы. Более подробно будет отдельный ролик про это. Я там расскажу тоже с примерами, что делать в таком случае, что делать в таком случае. То есть, все это будет. Также в это время мы очень внимательно работаем с поливами. И про поливы, вот в момент созревания ягоды, про поливы в августе, я вам тоже сделаю отдельный ролик, где поговорим с вами обо всем подробно. Кратенько, в чем суть проблемы. С одной стороны, влага лишняя, она замедляет возревание лоз. С другой стороны, конкретно в нашем регионе, вот стояла сушь, сушь. Сейчас пошел дождик, ну ладно, сейчас пошел дождик маленький. Сейчас может опять постоять сухая погода, а потом, когда линет ливень, мы можем получить сильный треск ягоды. Этого нам надо избежать, поэтому нам надо делать умеренные поливы. С примерами подробно наберитесь немножко терпения. Это же в ближайшие дни я сделаю видео. Дальше, когда у нас начинает краситься ягода, мы убираем листья в зоне гроздей, чтобы все это лучше освещалось, лучше проветривалось и быстрее созревало. То есть вот в конкретном данном примере, смотрите, вот этот листик нам надо убрать. Делаем мы это только тогда, когда ягода начала окрашиваться. Раньше этого делать не следует, потому что ягода может подгорать. То есть конкретно в нашем регионе, в открытом грунте, у нас ягоды никогда не подгорали. Только немножко в теплице, но все когда-то бывает в первый раз. И лучше не спешить, не рисковать. Касательным подкормок. Подкормки у нас в это время только фосфорно-колемия. Они же направлены на вызревание лозы. Поэтому в теме вызревания лозы мы коснемся этого более подробно. Другие никакие подкормки мы уже не проводим. Единственное исключение это какие-то микроэлементы именно полным комплексом. Ну вот в первой части августа можно по листу пройтись. Если есть такая необходимость, если вы этого раньше не делали. Если ваши кустики выглядят, может быть, не совсем весело, не совсем так, как бы вам хотелось, микроэлементами пройтись можно. Но уже какие-то азотные удобрения, органика, навоз. Все. Мы про это забываем до следующего сезона. И ближе к концу месяца, если все хорошо складывается, то нас ждет самая приятная операция на винограднике. Это сбор урожая. Конечно, у кого-то могут расти ультраранние сорта, очень ультраранние. И возможно, что сбор урожаев у вас может быть и раньше. Но у меня пока по прогнозам, я думаю, что к концу августа мы уже начнем что-то собирать и пробовать. Ну, загадывать в этом году что-либо достаточно сложно. Будем смотреть, как все сложится. Ну, а я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку «Еще». Будет ссылка на другие полезные ролики, ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. И до новых встреч!